Европа постепенно начинает выходить из карантина. В Дании и Норвегии, где эпидемия коронавируса оказалась заметно слабее, чем у южных соседей, открылись школы и детские сады. Их, к примеру, хотят последовать Нидерланды. На этой неделе здесь начали открываться первые магазины. Жизнь постепенно возвращается в привычные русла, хотя пока клиентов, конечно, не так много. Мы решили открыть магазин. Думаю, что уже можно. Но мы все равно будем просить покупателей и сохранять дистанцию в полтора метра. Во Франции режим самоизоляции пока сохраняется. Планируется, что он будет отменен только 11 мая. И то не для всех. Власти предупредили, что кафе, кинотеатры, музеи останутся закрыты до особого распоряжения. Крупные развлекательные центры смогут возобновить работу не раньше июля. А вот в соседней Германии ограничительные меры не такие строгие. Многие предприятия вернулись к прежнему режиму работы, однако с одним условием. Все сотрудники теперь должны носить маски. Сильнее всего от коронавируса пострадал юг Европы. В Италии и Испании скончались десятки тысяч людей. Но и здесь пик эпидемии, похоже, уже пройден. Показатели смертности не такие высокие, как несколько недель назад. В Испании родителям с маленькими детьми разрешили выходить на улицу для прогулок. Италия тоже готовится к постепенной отмене карантинных мер. Впрочем, по мнению экспертов, с окончанием нынешней эпидемии коронавирус никуда не исчезнет и, по всей вероятности, станет сезонным наравне с гриппом. В этой связи все крупные лаборатории активно работают над вакциной против COVID-19. У нас уже были серьезные наработки в исследовании МЕРС, коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, поэтому мы смогли быстро переключиться на новый вирус. Мы уже многое о нем знаем, и, возможно, для борьбы с ним мы сможем использовать тип вакцин, которые вырабатывались для схожего коронавируса SARS, выявленного в Азии в 2003 году. Однако сколько времени потребуется для выработки новой вакцины пока сказать сложно. По прогнозам, это может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.